а много ли вот вы вот назовете блогеров допустим я себя в сторону ставлю и вообще мне блогер не нравится это слово до сих пор не могу для себя придумать что-нибудь такое скромненькое который не занимается перезаливкой информации даже если пьюли сейчас не было бы в чате тут скажет опять юрий дифирамбы поет вот юрий максу беляеву сами они они не занимаются копипастой где-то там взорвалась там ну не не взорвалась там где-то что-то нашли это самостоятельное расследование со мной немножко посложнее и я вам скажу и мне самому немножко посложнее почему потому что чтобы озвучивать те или иные свои знания которые доношу не к сожалению может к радости приходится прибегать более ну на мой взгляд сложному пути во первых сами по себе знания они вот допустим сказал америке нету и действительно нету континентов вот а то а потом вопрос откуда ты это взял а где доказательства ну я и я не могу дальше вот так вот идти откуда я всегда надеюсь что найдутся люди которые либо докажут ну про мою правоту либо проверну я вы знаете вот с детства вот это доказательство мне это что-то в детстве вспомнил такого дети у детей было а ты докажи докажи вот у меня в если не было такой фразы когда я допустим требовал кого-то доказательство я что-то вот ребенок рассказал мне что-то поделился а я ему не говорил докажи у меня не было такого слова в лексиконе и вот как бы с возрастом вот это никого не хочу обидеть не не конкретно вообще я обобщаю на нас их показывают люди разделились на два лагеря которые кричат докажи и которые это говорят это бери не говорят а либо опровергают либо либо принимать знания привести от того артура который был вчера и носился с миллионами он четыре раза в эфире сказал вот если бы ты эти знания там или свете там он сказал озвучил то ты поехал бы в америку и тебе дали за этот миллион долларов а почему ты не хочешь получить миллион долларов и вот ему доказательства а мне просто но может я не прав но я просто скажу свою мысль свой внутренний мир для меня доказательства в первую очередь требует тех кто сам допустим но не обманывают а дезинформируют и потом их просит эти доказательства то есть он привык к тому что он сам у него внутренний мир это я понимаю это звучит неправильно и скажет ну как это твоему слову должны доказательства быть но я вчера вот сказал моему слову доказательства что до америки можно дойти пешком другое дело что вы это не сможете сделать это это уже другое дело не вы не не сможете не доказать не опровергнуть но пока я вот озвучил америке нету и пока меня не опровергнули она так и будет оставаться америке не существует что штатов и доказать я ничего не намерен я просто это знаю не хочу вот эти банальные избитые примеры приводить там докажи там не знаю там самое элементарное по большому счету доказать большому счету ну как это сказать так грубо и то чтобы ничего невозможно есть просто мера принятия информации то есть если человек обладает определенным количеством знаниям и опытом он без доказательной базы на основании только своего огромного жизненного опыта примет услышанную информацию если же у него нету скажем так его сумочки знаний и подобных инструментов чтобы принять информацию бесполезно бесполезно будет все время мама адемоды мама адемоды то есть это будет постоянно на самом деле да сейчас как бы хочу немножко вернуться все-таки кунгуру до сказать свое слово что он замечательный исследователь потому что по первым его роликам расскажи не истории ты отлично видно как он умеет сопоставлять факты сопоставлять какие-то исторические архивные документы сопоставлять свои мысли а был он замечательным исследователем почему слово было ну да есть ключевое пока не связался с рахманом да пока не стал учеником этот недавно замучили его там его вот ты знаешь что его орнитолог прозвали орнитолог 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 я понять не мог а почему такое прозвали причем есть птицы какие-то орнитолог да там а потом мне показали оказывается у него был ролик у кунгурова да недавно он его удалил где он объявил охоту на мифическую гигантскую птицу там хохма я я падал несколько раз из по подстолу если честно с этого ролика да вот это значит это последствия того с кем связался человек то есть в кого он превратился из нормального исследователя в исследователи мифических инфернальных инфернальных существ ведь гигантской курицы либо дома бабы на курьих ножках если честно поэтому реально было как бы ну и смешно и грустно потому что я человек это уважаю я сам смотрел его ролики эти да взахлеб потому что он действительно куча куча реально под носом находится вещей которые если бы он не показал ты бы не понял что это подделка если бы сам на это внимание не обратил потому что ну ты он по очень большой вклад сделал в русскоязычное альтернативное направление очень большой громадный вклад если не самый большой который есть только на данный момент потому что многие исследователи даже благодаря ему начали продолжать это дело да и выискивать новые новые факты поэтому я его уважаю но вот как связался это вот для меня был просто удар потому что все пошло наперекосяк началось него и все с этого момента одно направление поиски поиски кратеров от удара бомб все все заклинило заклинило все везде кратеры везде взрывы везде на фотографиях людей нет потому что их сдуло ядерной волной и все пошло поехало и все а может это индивидуально вот допустим вот возьмем мое общение с тором вот сколько мы с ним общаемся приваты вообще не повлияло на меня никак может это все таки не не вина тора сам кунгуров именно это просто такой я скажу так если бы у так проводить провести эксперимент да тебе в тебе в ухо воткнуть наушник да и когда он будет что-нибудь с тобой разгаде скажу это не так это потому что так 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 и ты поймешь он ты просто не замечаешь какую информацию дает и он говорит вот и все просто ты разговариваешь с ним вода диалог идет а это можно понять только со стороны когда ты слушаешь этот диалог когда ты говоришь и второй оппонент говорит а когда ты сам разговариваешь ты у тебя это у любого так даже у меня да не не с первого раза не врубаешься о чем идет речь а только потом если ты записал то речь и прослушаешь ты поймешь о чем шла речь и где этот человек реально ошибается и намеренно ошибается либо намеренно вводит заблуждение вот кстати вот тоже хотел добавить вот кунгурова еще за что спасибо вот как вот грубо говоря нельзя зацикливаться на общей тематике по поводу вот взрыва да по моему тебя юр был на канале я только или где-то у кого-то дробно по моему себя по поводу фото задержки когда есть видеоролик когда я поняли в нью-йорке парень выходит со своим фотоаппаратом и делает на большую задержку то есть соответственно не людей не транспорта ничего нету то есть ни одной личности нет грубо говоря и снять только сам город вот и получается хотя улица полностью была насыщена то есть мы все знаем что старину фотоаппарат особенно самые первые ставили с большой задержкой для того чтобы это отпечаталась на самой фото пластине и вот не надо заблуждаться только в одну тематику что вот именно вот если мы в курсе например как ядерный взрыв то это не значит что это является вот эта фотография или картина является фактом на это то есть нужно рассматривать еще много других версий и поддавать вот это все сомнению и критике и потом уже выводить истину мне пришлось три ролика же сделать по этому фотоаппарату потому что реально люди как бы замучили а кунгуров сказал это не так а кунгуру сказал это не так значит кунгуров опускает роли показывает совершенно там примитивные банальные вещи да я говорю ребята я с фототехника знаешь такую фототехника у меня отец фотограф у меня дед фотограф не может быть кунгуров скатал я выпускаю второй ролик когда показываю значит фотоаппараты старинные да какая по коллекции у меня дома есть от отца деда остался отец на 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 этом ролике да рассказывает там какая выдержка использовала все половина людей убедилась остальные нет не может быть кунгуров сказал таки да что ты будешь делать снимаю третий ролик уже беру у меня до сих пор остались это в архивах да там вот он вот там 1800 какой-то год людей нет я нашел тысячи фотографий одних и тех же лет там вот смотрите вот пустой город вот этот же самый год практически этот же самый день куча людей я по каждому году прошелся начиная от 1815 года в 1824 года заканчивая началом 20 века я вот пожалуйста уже доказал всем конкретно все убедились их сам кунгуров написал там что все равно на его так вот такой да там одну фотографию видел там что же он сказал а на фотографии видна железная дорога а железо это как такую гересь он понес я просто у меня в глазах он упал реально я не стал тролльку кладу до сих пор у меня лежит кнопочку нажать опубликовать да ответ кунгуру когда он мне в комментариях написал такую чушь что железную трамвайную дорогу придумали в 1907 году я год здравствуйте и я там целый ролик сделал в каком году эту железную дорогу 1 приложили шал какой причем без трамвай придурок ты конки ходили лошадиные повозки ходили по этой дороге 1800 каком-то пятнадцатом году что ли уже сейчас не готов дату назвать там и вот после этого я даже не стал просто пожалел человека реально думаю ну заблуждается он может почитать потом найдет не стал выкладывать потому что ну реально просто тупость просто тупость вот так получилось как бы было так вот пришлось три роликами снять именно по фото выдержки по старинной технике какая использовалась тогда фотоаппарат затронута я считаю фундаментальная тема которая обозначил так очень грустно когда авторитет начинает доминировать на здравым смыслом то есть создается авторитет а потом надо уже все сказал все значит так она есть другое не идет рассмотрение я вот шаг будет допустим я обращаюсь это ко всем говорю за себя что уверяю вас все что вот я озвучил особенно самая вот это опять же америка фундаментально я перед тем как это сказать я сам лично перед собой для себя несу очень большую ответственность может это для кого-то кажется но чем ему заняться что они придумают нет вы заблуждаетесь воли не создавай пожалуйста с шума у меня это нервная система не выдерживает грохот во филляндии я просто час в эфире зачитаю я не стал читать тогда полностью сообщение от галины демяновой вот что она пишет по поводу кунгурова то есть она его превозносит ну сейчас я прочитаю давайте посмотрим вы мне нравитесь умнейший вячеслав котляров пожара устат перестаньте гнать пургу про плоскость и соты даже военный человек алисей кунгуров быстро доказывает обратное на пальцах вы талант ну луна враг там никто никогда не был на марсе и венере были марсоходы венероходы а там нет вот вам авторитет как ты это прокомментируешь кунгуров на пальцах доказал что земля маленькая кругленькая мы с плоской землей сотами не можем лезть он ничего не доказал потому что как он сам говорит что вот этот полукруг хождение солнца по небу у него не сходится с официальным расстоянием поэтому тут не надо говорить он не доказал не может он доказать что земля сферическая маленькая даже пытался привлечь вот эту дедушку моряка который в антарктиде был который брешет постоянно усатенький такой шепелявинки дедушка до полярник что там якобы вот он видел в антарктиде как солнце ходит по округу что она не садится и вот такое прочее больше никак и такой аргумент у него прям четкий был что ты военно ведь да и я военный мы же не можем врать не можем все вот чё это реально реально так и было как бы в таком ключе типа мы с тобой пили я тебя уважаю да мы военные поэтому врать друг другу не можем полагаться реально поэтому вот такие вот аргументы все как бы она пальцах то доказать вы не можете ни один человек реально никто не может доказать на пальцах что земля сферическая и вращается немало того вокруг своей оси на и вокруг солнца на пальцах доказать это никто не сможет бесполезно как-то докажешь что звезды вращаются над головой и все так ты видишь что давайте как шерлок омс заговорит но мои глаза если меня обману то солнце движется по небу они земля вращается вокруг солнца да тут то же самое мы же видим как звезды вращаются они как земля вращается вокруг звезд и как-то докажешь что земля вращается никак ты не докажешь товарищ вообще никак поэтому доказательств кроме фотографий с мкс и из трансляции нет нету никаких фактически все я я славе скажу насчет того что он говорит что америки нет я лично очень восприимчива к этой информации потому что везде настолько глобальная ложь я абсолютно не удивлюсь что и в этом соврали я вот лично говорю слышно я я вот лично восприимчива к этой информации и и вообще как-то вот когда ты стал переставлять эти континенты вот так вот в прямом эфире у меня прямо реально как что-то поменялось во мне и в мозгах так что очень смело очень очень смело такую вещь просто даже высказать я добавлю не просто смело для меня да я не знаю мое имя вот если я вот представляете вот ну представим гипотетически я ошибся это для меня крах все что получится что я до этого говорил это 99 процентов людей отвернуться что это не просто смело я поставил полностью все все вот когда я сказал америке нет я поставил полностью все что вот это год накапливал